Андрей Агишев основатель Музея Советского Ноюза в городе Перми. Второго, наверное, или первого России после Екатеринбурга. Вы были первый или второй после Ройзмана? Микрофон. Мы были первыми, да. Ройзман второй. На самом деле есть история про то, как мы сделали первую выставку, Евгений туда приехал, я его встретил уже на выходе, и разговор получился очень такой быстро и скомканный. Он говорит, извини, спешу-спешу-бегу, все здорово, все хорошо, но спешу. И наутро объявляют, что в Екатеринбурге будет создан музей наива. Но еще в качестве предисловия, я может ошибаюсь, но мне кажется, вот если было бы все по-другому, то в Перми вместо мэра в Екатеринбурге сидит Ройзмана, правильно сидит, то здесь было бы ваше место или нет? А почему? Ну не знаю, вот какая-то фигура у меня в голове такая есть. Нет, я участвовал в конкурсе на сети менеджера. Участвовали? Да. Видите, я даже не слежу. Вот так. Вот это дело было, писал реферат на тему комфортная среда. Ну и что самое приятное, сейчас вижу, что некоторые мысли все-таки использованы действующим сети менеджера. Ну вот, видимо, наивная живопись, она как бы корням отсылает, и что-то вот настоящий люрик говорит. Лена? Добрый день, Андрей Валентинович. Здравствуйте. Я почитала вашу страницу в фейсблоке, потому что я вас не очень хорошо знаю, вот, и была удивлена, но, естественно, это было все связано с событиями в 127-й школе. Я была удивлена, как люди реагируют на ваши, вот, ну, то есть вы выкладываете свою какую-то мысль, да, оформленную, и люди настолько активно, настолько агрессивно воспринимают это, что, вот, знаете, одна меня даже очень, ну, вот, я даже записала. Хорошо, и активно, и агрессивно. Агрессивно, да. То, что надо, да? Агрессивно, сытый и пресловутый, удовольствием, присыщенный, прошу прощения, удовольствием Агишев, цинично пишет. И пресловутый тоже. Дурка, это такие-то высказывания, это такие, как вы сделали лечебное учреждение местом надменного презрения. Я прочитала, еще раз прочитала, что вы написали, еще раз прочитала, что вот эта женщина высказала. Я никак не могла понять, то, что написали вы, у меня вот вообще не ассоциировалось там ни с дуркой, ни то, что вы там как-то, ну, вообще против этого. Ну, написали такое слово, но так мы все дуркой называем. Не в плане того, что это вот, ну, плохо или как-то обозвать. Ну, ну, как еще, психо, какой-то там вот диспансер, ну, как-то, в народе мы все называем дуркой. Не было у вас в речи агрессивности, но почему-то люди считывают вот эту агрессию и начинают прямо вот писать и писать. Как вот вы, вы ей дали комментарий небольшой, но потом больше не стали писать. Как вас задевают такие, и почему вы им отвечаете? Может быть, просто можно было, ну, не ответить, да и все. Ну, на самом деле, если говорить о конкретной ситуации, тут, на мой взгляд, все понятно. У человека есть собственная проблема именно с вот этими психо... Она была и связана с этим лечебным учреждением, да? Скорее всего, это личное. Это личное, то есть из всего того объема информации, который был в посте, то есть было выправлено одно слово и к нему, собственно говоря, претензии там с... У вас-то и не было усмотрено, что вы хотели как-то вот людей вызвать, ну, на какую-то там дискуссию? У вас... Ну, дело в том, что, знаете, это Владимир Семенович Высоцкий, у него была форма, когда ему не давали там гастролировать по стране, у него была форма встреч, таких разговоров, концертов, они записывались на магнитофоны фанатами, потом тиражировались, и вот он на одной из таких встреч говорил, что мне часто пишут, правда ли там в той или иной песне вы имели в виду вот это, вот это, вот это. И он говорит, я всегда отвечаю, что правда, потому что на самом деле я имел в виду другое. Но раз люди это увидели, значит там и это есть. Поэтому, там, когда я пишу, я стараюсь, ну, как бы, ну, не одну какую-то мысль изложить, потому что действительно люди разные, и отношения у них разные. Куда выйдет разговор, про что будет разговор, это никогда неизвестно, никогда не понятно. А здесь ситуация со 127-й школой, с этой трагедией, конечно же, основная там моя, мысль была о том, что мы не знаем, не понимаем, как это вообще могло произойти, и даже там весь объем информации, который сейчас есть, он все равно не позволяет понять, из-за чего, почему, почему именно этот класс, почему именно этот учитель. Да, мы сегодня с психиатром разговаривали на эту тему. И не факт даже, что мы это узнаем, честно говоря. А то, что вот так вот поступили, ну, вот с одним из участников этого процесса, который действительно лежал в соответствующем учреждении, родителей не уведомили, отдали дедушке, который за ним не следить не может, там не контролирует ситуацию, ну, вот, собственно говоря, последствия. Вот последствия. Знаете, Лена, мне казалось, что здесь как бы другой есть аспект, когда люди вот с Агишевым спорят, а он, как говорится, раздражает народ своими постами, матерными в твиттере особенно, да, как бы всех раздражает. Коллективное бит сознательное, народ против Агишева, больно умный и богатый. Вот вы для чего народ раздражаете, скажите, Андрей, пожалуйста. Своей деятельностью высовываетесь. Нет, дело в том, что я давно уже деятельности фактически не веду, да, в твиттере пишу, ну, чрезвычайно мало, и матерюсь меньше, хотя бывает. Русский язык при всем его богатстве, все-таки некоторые слова... Ну, вы знаете, вот я вас считаю наравне с несколькими товарищами, ну, например, с Веркивым, да, как бы главными публицистами пермскими, ну, лично по моему вкусу, да. Я не знаю вашу мутную историю, там, банки, где вы там были, кем вы работали, неважно. Вот, если важно, что-нибудь скажете, что-то новенькое по вашим судам. Важнее другое, вот как бы быть публицистом талантливым, это ведь призвание. И в Фейсбуке, и в Твиттере, да. Навальный талантливый публицист. А вот политик ли он, это вопрос. Он организовал всероссийскую молодежную игру политическую, это да. А вот политик ли он, это вопрос по-русски, в русской системе. Ваш пост сегодня, Путин окунулся в прорубь в Фейсбуке. Песков сказал, что не в первый раз. Но показали таинство именно сейчас. А других кандидатов не пустили, ибо, перевожу нефиг, монополия на православе Владимира Владимировича, остальные кандидаты бусурмани и собачки некрещеные. Вот ведь как народ, он, смотрите, как бы раздражает. Я тоже сегодня это посчитала. Про кандидатов. Сколько у нас кандидатов, Андрей, по-настоящему? Вы много про это писали, как бы, вы об этом думаете. Вот я, как бы, любитель теории заговора, я считаю, у нас 4 кандидата, и все они Путин. То есть 4 актера, изображающего Путина. Знаете эту систему, да, теорию, что у нас Путина нет, а есть как бы актеры его изображающие. Такой Джейнс Бонд. Он вечный. Вот, недавно Навального про это спросили, спросили, знаете ли вы, что есть, он, конечно, говорит, как бы, я про это читал и смеюсь, но не верю в это. А что скажут, верю, скажут, Навальный вообще с ума сошел, что верит, что Путина изображает 4 актера. А я вот не боюсь сказать, да, вот я об этом думаю, что вполне возможно, потому что, как говорится, мы привыкли к русской системе. В ней живем. Русская система – это неологизм Павловского, если вы не поняли. Вот про русскую систему и про выборы, и про актеров в русской жизни. Что скажете? Что вы надумали за последние два месяца? Ну, на самом деле, можно использовать теорию Павловского, можно какие-то другие теории использовать. На мой взгляд, на выборах Путина, действительно, кандидаты – это тот же самый Путин, только в виде Ксении Собчак или в виде Жириновского, который, можно сказать, альтер-эго любого российского политика. Грудинин, который появился от коммунистов, это тоже Путин, но только в другом лице. То есть, в ситуации, когда Путин определяет, кто будет его конкурентом, и все его конкуренты – это он же сам. Вот и все. Поэтому я не считаю… Вернее, я… Тут неважно, актер или там его изображают. Абсолютно. То есть, похоже он или не похоже? Фото Жабу Собчака в форме Путина. То есть, это в любом случае, Владимир Владимирович, только о разных обликах. А как нам жить с этим знанием? Ну, условно говоря, я, может, ошибаюсь, но, условно говоря, люди с европейской русской традицией, которая тоже 300 лет. Таких 15-20% в России всегда было. И что нам делать-то сейчас? Уезжать, не уезжать? Ну, вот, если вспомнили Навального, я считаю, что он не часто поступает как политик. То есть, видимо, учится. Но вот его призыв к забастовке избирателей – это абсолютно грамотный и именно политический ход. Вот здесь он на 100% как политик выступил. Запустил то действие, которое в любом случае принесет ему дивиденд. Он уже победитель, ну, либо, условно говоря, второй человек в стране, если говорить о выборах президента. Давайте не забывать, это еще сотни тысяч молодых людей. Вот, и уже третий эфир подряд, третью пятницу подряд, я не могу пригласить Сергея из его штаба, который, кстати, и работал в общественной палате, наблюдателем общественным и так далее. Вот, каждую пятницу вызывает полиция. Поэтому не может прийти к нам на эфир. Вот, как говорится. Навальный, да, у него своя игра. А вот это молодежь условная, да, 15-35, которая у него. Они понимают, что они играют в игру пока. То есть, это не политика, это игра. Это деловая игра, но которая закончится посадками. И они правильно делают, что не боятся. Мы боимся. Мы пуганные вороны. А они не боятся. Ну, это, на самом деле, главный результат. Может быть, даже абсолютно непредсказанный, неожидаемый заранее. Но это главный результат всей деятельности Навального. То, что молодежь вышла. Может быть, она вышла бы и за другим. Вполне возможно. Андрей, вот у меня такое случилось. Ведь как раз этот возраст, особенно 15 лет, это как раз они все улетевшие по играм. Не только в стрелялке. То есть, я сейчас смотрю, очень какие-то продуманные умные игры. Они привыкли играть. Они привыкли фантазировать и надеяться. И вообще быть уверенными, что он обязательно выиграет. Он добьется. Он пройдет первый, второй уровень. И мне кажется, именно вот такие люди и пошли за Навальным. Которые привыкли играть, если мы говорим, что Навальный, вот как раз это игра его в политика и так далее. Я говорю, я не согласен с термином игра, потому что ставки достаточно серьезные. Я не думаю, что геймеры, вот та самая молодежь, которая подсела на игры, а не какие-то последователи Навального, они, мне кажется, вообще в своем мире живут. И точно там... Нет, я не про геймеры говорю, а вот именно вот эта вот молодежь, которая вот так поигрывает. Которая знает, что это такое. Которые вот к нам, кстати, они тоже приходили, ребята. Я считаю, что молодежь откликнулась на действия Навального, на его слова, на его тексты, прежде всего потому, что это неофициальная правда. Они видят там многое из того, что говорит Навальный, что подтверждает их мысли собственные. Они видят, опять же, официальное замалчивание, официальный игнор, с которым они сталкиваются. Поэтому выбор их очевиден. Другое дело, что рядом с Навальным не появилось никого. Вот это, на мой взгляд, проблема. Как не появилось? Ксения Собчак. Ксения Собчак. Смотрите, при ее реально таланте, медиа таланте, да, вот как бы делать, вот видели сегодня в новостях, если мы попросим вас прокомментировать наши живые новости, как на ровном месте, значит, Собчак и ее команда умеют устраивать как бы вот срач, да. Это правильно тоже как бы, да. А с другой стороны, сначала мне эта идея понравилась. Сейчас я думаю, вот Собчак не понимает, что с этой стороны Навальный выглядит все более и более серьезным товарищем, даже если я называю это игрой, что игра ставка на жизнь. А Собчак выглядит все больше и больше в моих глазах клоунессой. Вот реально, Навальный не клоун, Собчак клоун. И это большая разница. Ну, на самом деле, я вот так вот смотря сейчас на реакцию, честно говоря, удивляюсь, потому что, на мой взгляд, Собчак какой была, такой остался. Вообще ничего не поменялось, то есть она последовательно шла, она просто достигла возраста там 36 лет, когда по закону имеет право баллотироваться в президент. И здесь совпало, что называется, там время и место. Она востребована именно так, которой она является по сути своей. И вот я сразу скажу, что к ней у меня претензий нет, она такая и есть. А вот те, кто ее поддерживают, они либо идиоты, либо, ну, тут же не выражаются у вас, да? Ну, в общем. Ну, вы поняли. Хорошо. У нас выражаются, но как бы художественно можно, как бы, эмфемизм, знаете, есть такое слово? Да, да, да. Вас хотелось спросить про темные аспекты деятельности Навального, как бы сектоидные, что ли, да, какие-то, или, наоборот, славянофильско-националистические. Вот видели скандал, который устроил Собчак в студии «Эхо Москвы»? Да, видно. Значит, видели, что сказал во время, до эфира, что сказал Волков? «Юденрад» вы имеете в виду? Значит, я на пересказываю. Значит, «Юденрад» — это самоорганизация евреев в концлагерях фашистов. То есть, евреи сами как бы управлялись собой. Запущенные сверху. Вот, и ведь это не первое, как бы, появление этого термина, да, вот в этом, в этой повестке. Потому что, действительно, очень многие националисты считают, что евреи продали Россию, которая служит Путину. А Путин у нас, к славу Богу, не антисемит, потому что его многие евреи обслуживают. В этом нет проблемы, но проблема в том, что вот в такие моменты, когда вне эфира проявляется вот так. А с другой стороны, я и могу и понять, потому что, действительно, кажется, что как бы, как бы, ну, мы сами себя и несем на кладбище, грубо говоря, да. Это, да, евреи мы, не евреи, русские сами себя продают. Вот, русские сами выбирают себе в концлагере этого, как называется, который управляет концлагерем, самоуправление концлагеря. И вернемся в Перми. А решетников, ну, это абсолютно гауляйтер комендатуры, которая захватила, как бы, значит, нашу страну, как я называю всегда. Это метафора русской жизни. Что про это скажете? Я всех люблю это спрашивать. Ну, на самом деле, Волков, запустивший, ну, по крайней мере, сейчас этот термин, который так зацепил, там, многих, там, Венедиктова и прочих, он, насколько я понимаю, сам еврей. Поэтому, в чем тут проблема? У нас Роман Юшков говорит, я на одну восьмую часть еврей, и разоблачает евреев на каждом шагу. Но, на мой взгляд, Навальный, там, злоупотреблял когда-то вот этой националистической риторикой, но давно от нее отказался. Я не помню, когда об этом было в последний раз. И это та тема, которую, ну, по крайней мере, пока он, там, старается избегать, наверное, вполне осознанно. Или, там, с подачи тех, кто его консультирует. Не вижу, не вижу пока проблемы, которую стоит, там, поднимать, которая, там, действительно волновала бы, и которая, там, представляла бы, там, угрозу или опасность. Не вижу. А то, что, там, русские люди склонны согласиться с тем, что им, там, условно говоря, сверху досталось, ну, наверняка это было всегда, и тот же Решетников, правильно? У него варяков больше, чем у Басаргина, но это слово напрочь исчезло из, как бы, из темы. Если Басаргина, это всегда были варяги, то Решетников, там, не меньшее количество варягов привлекший свой родной, там, за которого отдали, там, совершенно туркменское количество голосов. А вот что вы про него думаете, как управленство? Мы же со стороны, понимаете, мы же не из их круга, а вы, как бы, по масштабу, вы их понимаете лучше. Вот, что это, что он за человек, что это за люди? А как они считают, что так и нужно, что, вот, мне устроили выборы, договорную мать, что у меня соперников не было, что, как бы, реальных выборов не было. И вот, что я вот прямо вот, когда он будет умирать, он пожалеет о том, что он играл в таких позорных вот выборах и был пешкой в игре чужой. Вот это ведь какие-то позорные вещи для мужчины, или они в других вещах не думают? Я думаю, пусть живет, и не надо там думать, как будет умирать. Есть, там, современный термин, там, молодые технократы, да, там, губернаторы-технократы. То есть люди... Колониальной администрации, я бы сказал. Можно так называть. То есть вот, мне кажется, Максим Геннадьевич абсолютно такой яркий, типичный представитель. Он из тех, кого в армии называли головастиками, то есть человек, погруженный в тему, в проблему, его вызывают для решения какой-то проблемы, обозначают ее, он говорит, как, каким способом, каким образом эту проблему можно решить. Старшие дяденьки выбирают способ из их, из предложенных им, и поручают ему, собственно говоря, эту задачку решить. Какая пиар-служба? Пиар-агент, как бы, потому что... Нет, это не пиар, это как раз технология. Он же не агент власти, как бы, он не властитель, он как бы медиатор, да, между очагом власти в Кремле, там, где группировка сидит, или что это такое? Неверный термин. Он наместник, все правильно, гауляйтер, тоже подходим. Я про это и говорю, да. И здесь нет пиар-составляющей. Его поддерживают, естественно, с точки зрения пиара, но действия его как раз абсолютно технологичны. И возвращаясь к той теме, которую мы уже, как бы, обсудили, к вопросу о грядущих выборах, о том, какую явку, какие регионы показывают, да. Недавно было заключение, что у нас вот есть регионы, которые там показывают, там, стопроцентную явку и стопроцентный результат, там, за кандидата от власти. И говорили о том, что вот наряду с этими регионами есть некие другие. Так вот сейчас вот эти молодые технократы, пришедшие к победе на таких же, собственно говоря, так же организованных выборах, они сейчас покажут результаты, сравнимые, там, с Дагестаном, с Кемеровым и прочим. Вы увидите это. У меня, честно говоря, все-таки Максим Геннадьевич ассоциируется вот прямо прочно это вот с Коляном и из реальных пацанов. Я вот ничего сделать не могу. У меня вот этот вот образ... Он похож на него тупо. Ну и по речи, и по... Лена, вдруг он андроид? Может быть, ладно. Понимаете? Ну, может. Я ничего не могу с собой поделать. У меня вот, как вот к этому Коляну было такое, немножко с ухмылкой. И вот к нашему тоже губернатору. А вот смотрите, вот если мы вернемся к новостям, которые мы сегодня посмотрели, да? Да. Что зацепило вас, Андрей и Лена, в моем букете медийном? Ну, как бы про школу-то понятно, что это мы уже обсудили. Это все равно, я думаю, самая первая такая вот цепляющая новость, да? Библиотека для бездомных. Вот я опять же подумала, господи, но опять же кто-то, какая-то девочка, что-то там у нее сложилось в жизни, и вдруг она поняла, что она может... Это не какая девочка, это Анна Фаддива, знаменитый наш, как бы, один из лучших активистов гражданских. Вы понимаете? Вот не доверяете, видите, в народу. Нет, я к ней нормально, хорошо отношусь, без всяких обидов. Просто почему-то опять это все кто-то организовывает. То есть инициатива, как бы, от людей. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, государство как будто вообще... Вот опять же взять этот дом Матроскина, да? Я просто знаю эту девушку, которая к нам неоднократно приходила. Сама когда-то была тоже в бизнесе, у меня практически социальный был, и не смогла его вывести, потому что, ну, как раз наша Единая Россия, партия сказала мне, да, в общем-то, и мы без этого проживем. Почему все время вот люди на надрыве таком, понимаете, вот что-то делают, они считают, что это так все здорово, и это необходимо. А государство, и, ну, в частности, наша пермская власть, она как-то в стороне. И я все время думаю, и меня тогда в бизнесе в своем думала, может быть, это я сама придумала, что это надо для людей. А может, на самом деле, это не надо, а эти книги... — Ирина, что-то вы здесь сегодня придумали. Это нормальное частное государственное партнерство. Ночлежка есть, она содержится государством. А вот книжки про книжки не подумали. А Анна Фадеева придумала, и молодец. Что тут на это, Андрей? Что вас зацепило? — На самом деле, ситуация изменилась. Как раз в том, что называется, социальная поддержка или социально ориентированный бизнес. — Вы в это верите. — Я не верю, я не верю, я точно знаю. — У вас музей был создан, как вы подчеркивали, без поддержки Министерства культуры Пермского края. — Он таким и остается, и таким и будет. На самом деле, сейчас ситуация поменялась в каком отношении? Отсутствие инициативы и заформализованность всех процессов, что на уровне государственном, что на уровне муниципальном, они очевидны уже для всех. Путин требует хороших новостей. И сейчас любую, ну, там, скажем, инициативу, которая не связана с какими-то глобальными инвестициями, которая понятна и простая, ну, вот там, приют для котят, значит, там, книжки для бездомных, ее сейчас власть будет хватать, выдергивать там, прижимать себе инициатора, отдушить его в объятиях и помогать осуществлять это. — Андрей, обратили внимание, кто у нас будет доверен лицом президента из Пермского края? Там два человека. Кто? Видели? — Да-да-да, я видел. — Значит, Лена... — Гелева и отмахал, по-моему. — Значит, Гелева — это мать очень больного ребенка, который сначала не помогал, потом случайно, как бы, на нее обратили внимание, завалили ее грантами миллионными, теперь она пишет прямо открытую. Владимир Владимирович, как бы вы мой идеал и так далее. Типичный стокгольмский сингром. — Ну, нормально, это всегда было, всегда будет. — Я вот думаю, что, может быть, мне сейчас справочную-то возобновить для пенсионеров? — А насчет Анны Отмаховой, я не знаю. — Вы заявитесь и сразу увидите, вот серьезно. — Да? — Серьезно, сразу увидите, что к вам, что называется, потянутся люди, это будут люди из «Единой России». — Андрей, я не понимаю. Скажите мне, Анна Отмахова вполне вроде человек приличный. Зачем ей это? Я вот не могу понять. У Гелева я понимаю. Больной ребенок, пойдешь к черту лысому, продашь себя. — Ну, я, Влад, бы так не сказала, потому что это на самом деле, я как мать скажу, что да. Это вот сделать все, что угодно. — Ну, я вот... — На самом деле, вы можете, там, на любого человека, там, экстраполировать эту ситуацию. Ну, приходят, говорят, будешь доверенным лицом президента? И очень немногие отказались бы. — Нет, они говорят, будешь, и вот тебе 10 миллионов. Или грант, миллион. — Не думаю, что так. — Бесплатно дураков нет. — Я думаю, что гораздо циничнее. Будешь этим самым доверенным лицом, когда надо, а тебе скажут, когда не надо, не высовывайся. Никто же не дебатировал эту ситуацию. Ее выдвинули с уровня, как мы понимаем, администрации губернатора. Там все тихо решили. И то, что был такой небольшой всплеск в соцсетях, как раз видно было, что администрация не заинтересована вообще обсуждать эту тему. Потому что эти две кандидатуры, они не для вас, не для меня, не для нас. Они для президента, которому Пермский край обеспечивал двух приличных... — Как сказать? Яну отмаху уважал. А потом, когда она захватила бессмертный полк и стала им руководить, и превратила это в государственный как бы фашистский парад, я думаю, ой, что-то... На самом деле, насколько я понимаю, Пермь еще держится с точки зрения того, что это не полностью государственное, не полностью подконтрольное партии «Единая Россия» движение. Они еще держатся. То есть там все-таки общественное движение, люди, которые верят в это, там, правильно, неправильно, хорошо, нехорошо, это их решение, их выбор. Вот когда их будут в любую там, дырку с затычкой засовывать, как уже сейчас получается, вот тогда они, наверное, сами будут принимать решение. — Андрей, что вас эмоционально сегодня в выпуске новостей просто чисто по-человечески удивило, возмутило и так далее? Интересно, что вас цепляет? Ну, на самом деле, новости же, они чем хороши, тем, что они уже новостями не являются, по крайней мере, для меня. Да, мне понравилась история, которая была первой в вашем выпуске, про сэтфейс, лицо, которое там вытоптанное или как-то там другим образом. — Как раз случилось, как раз после нападения на школу, мне показалось очень как бы облиматично. Искусство идет... — Я считаю, что это очень хорошо, что Перим благодаря художнику вспомнило, что есть реакция самая разная. Можно действительно смотреть телевизор или писать в соцсетях или смотреть телевизор и суда читать на кухне. — Ваша супруга поддерживала экологию пространства движения вот этих художников уличных, да? Или деньгами лично поддерживали, лично вы? — Музей поддерживал, мы помогли Жуневу, когда все от него отвернулись. Сейчас, но я думаю, что у Александра тут более-менее. — Нет, с тех пор государство обратилось к Жуневу, как бы у него много контрактов, пожаловаться не может. — Ну, хорошо, это хорошо. — Кстати, достойно ведет себя ничего позорного, не делает, наоборот, все в рамках своего таланта. — Вот, так что я считаю, что это такое действительно правильное или как было понятие Пермская школа, да, вот теперь на Пермскую школу в проявлении ее там с номером 127 ответ такой ответ художника и я считаю вполне адекватно. — Вернемся к вашему музею. Мне понятно, почему Ройзман, кстати, еврей, но абсолютно русский человек занялся вот этим советским наивом, он на Уралмаш и рос среди гопников, грубо говоря. А вы-то вроде человек интеллигентный с виду. — Я рос на Крохолевке, если мериться. — Если сравнивать, да. — Ну, откуда взялось, это вот это, когда родилось? — Ну, я разговаривал со специалистами, они сделали такое заключение историческое, что всегда интерес к наивному искусству возникал в годы самой жесткой реакции. они это проследили исторически, и я считаю, что у меня это, может быть, было как раз действительно таким ответом моим личным на то, что происходит в стране. — Огромное количество как бы и вы, и Надежда Агишева сделали гражданское общество перемен. Это все, как бы, это вас не отнять. Но ведь многие говорят, наверняка, за что-то, как бы, за свои прошлые грехи, поэтому они их и отмаливают. У вас неоднозначная репутация деловая. Что вы про это думаете? Как вы себе отвечаете? Не оправдывайте себе отвечаете? Зачем вы это делаете? — Я готов обсудить мою деловую репутацию где угодно, с кем угодно. Было бы, что обсуждать, называется. Если говорить о музее, о тех проектах, которые мы с Надеждой делаем для города, вряд ли сгодится для отмаливания. У нас вроде бы пути намечены, как, куда и что нужно, какую икону приобрести или какой храм проспонсировать для того, чтобы получить очередную индульгенцию. Нет, это наш даже не скажу, что это вклад. Это то, что мы можем сделать для города и то, что мы делаем. Вопрос в том, вот, предположим, я считаю, Единая Россия, партия жуликов и воров, и вообще, как бы, преступная организация, а также, как ФСБ, КГБ, нужно их всех люстрировать. То есть, власть не пускать. Пусть делают честное бизнес. КПСС не люстрировали, а вы уже Единую Россию. Вот, да. Но, ведь, среди них тоже есть люди порядочные, они в системе меняют изнутри, пытаются изменить, пока она не развалится, да, сама. Вот, и тоже, наверняка, многие из них иконы покупают, цирки восстанавливают и так далее. Как бы, вот этот механизм, он, неважно, среди либералов, среди государственников, он работает. Вот, поэтому я пытаюсь вас спросить, он как-то связан с тем, что вы считаете, все-таки вы, я цитирую, других поураганили в 90-е, а теперь, вот, как бы, возвращаете? В 90-е я не ураганил, просто занимался тем, что в конечном итоге принесло результат. Значит, если говорить о партии Единая Россия, я был ее членом, Мало того, я был членом президиума партийной организации Единая Россия Пермского края и действительно пытался что-то сделать, занимался вопросами там, обманутых вкладчиков, например, это была тема, которую тогда даже боялись поднимать, но я это делал. Почему, вот, я вот, извините, не разбирался подробно никогда и сейчас даже не знаю, почему вас, в особо, многие обвиняют, что вы какие-то там вклады у кого-то, украли, вот на это там все или какие-то там, в общем, у вас много врагов, которые мутят много всегда против вас, вот, и мы не понимаем, столько много дыма и ничего не понятно. Я же говорю, если бы я что-то украл, то не сидел бы не здесь, а сидел бы. Вы знаете, сколько судят лет? Лет пять уже вас судят, да, или шесть? Да, я там шесть лет провел в судах. Да, но, видимо, пока они... Это как на работу, да, Андрей Владимирович? Серьезно? Вы не слишком еще, видимо, опасны, потому что кто-то по-настоящему опасен, тех убивают, поэтому вот, мы еще не заслужили этого ордена. Неизвестно, какой способ эффективнее. Говорится, вход рубль, выход два рубля из системы. Вы из нее вышли или вы как бы все-таки, вас с вами здороваются люди и мы здороваемся, мы знакомы и действительно там и в той же партии, и в той же там, условно говоря, в администрациях. Люди есть, люди были всегда, останутся людьми, я надеюсь. Другое дело, что чем дальше, тем жестче система, тем она там в более, так скажем, неприятные условия людей ставит, и какое будущее у этой системы, вот это, наверное, основной вопрос. Я вышел раньше других. Я вышел тогда, когда там Черкунов, будучи губернатором, взял под контроль партию Единая Россия. умные люди, типа Черкунова, продали здесь половину и купили на эту половинку на Западе много чего, виноградники и так далее. А вы, вы утверждаете, что ничего не купили на Западе? Нет, на Западе ничего не купил. И все-таки вот я ворвусь под конец нашего эфира, потому что я все-таки страницу в Фейсбуке смотрю и смотрю ваши рецепты. То есть вы сейчас прямо как-то увлеченно стали... Настоящий фудблогер. Да. Вы это специально делаете или у вас это как хобби сейчас идет? Открылась, скажем, вот какое-то... Лена, он жену кормит. Нет, это я понимаю. Я понимаю, да, но там, понимаете, не просто приготовить что-то, но там со всякими специями. Я иной раз читаю, думаю, что это за продукт? Я начинаю там гуглить, смотреть. Лена, вот за что его налевит народ, потому что там такие ингредиенты, которые не купишь, они очень дорогие. Нет, Влад, вы напрасно, все это купить можно. все не так. Да, это хобби открылось... Внезапно так, пристрастие, недавно, ну, как бы там, что называется, я всегда ел, но не всегда готовил. И это на самом деле, вот, можете даже обсудить и посмеяться, но это мой вот абсолютно такой, там, политический ответ. Вот я не Навальный, да, я там не пошел на улицу, потому что судили меня жестче, чем Навального. Вот, а когда партия и правительство там, закрыла, условно говоря, доступ людей к нормальным продуктам, провозгласив, там, импортозамещение, там, пальмовое масло и прочие радости, я для себя решил, что, ну, как бы, этому надо противостоять, как минимум. Соглашусь с вами. Потом я посмотрел на те же социальные сети, ну, я один выкладываю еду, и у меня всегда была реакция такая, что, как же плохо наши люди едят. Вот. Как некрасиво, как нездорово, как неправильно вообще это все происходит. Поэтому я считаю, что, ну, кроме того, что очень многие не умеют готовить и как-то так настороженно к этому относятся, вот это, там, если мне удастся сделать видеоканал, я сделаю именно такой, как бы, там, некая там партизанская кухня, как из имеющихся продуктов сделать красиво, достойно, вкусно и приятно. Да, я соглашусь с вами, что импортозамещение по нам здорово ударило, потому что я недавно побывала за границей и посмотрела, насколько смехотворен наш выбор магазинных, да, когда видишь, какой у них выбор огромный. Вот, но наш эфир заканчивается, Влад уже показывает. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. Спасибо вам за приглашение. Сейчас у нас стоит у ворот ансамбль «Три голос» о жрецинских традициях при Кайме. Мы с них начали, с крещения из путинского. Сейчас послушаем настоящие крещенские песни, а не вот эти все купания. Спасибо. Благодарю. Спасибо, Андрей. Они не могут войти.